Осенью 2023 года в России вступили в силу обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, груза, багажа, железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Минтранса России, кого не будут пропускать в вагон. Согласно пункту 3 обновленных правил с 1 сентября 2023 года, поезда и на железнодорожные вокзалы перестанут пропускать пассажиров, которые не прошли досмотр при входе на вокзал. Пунктом 12 новых правил установлен ряд запретов для пассажиров. Так, на инфраструктуре и в поездах теперь не допускается нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловодный запах, одежде, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров. Пассажирам электричек и поездов дальнего следования теперь запрещено играть на музыкальных инструментах, включать звук через колонку и петь микрофон. Кроме того, в вагонах нельзя торговать и собирать деньги на благотворительность без письменного разрешения перевозчика. Кроме этого, закреплен запрет на высадку из поезда безбилетного пассажира младше 16 лет, находящегося без сопровождения взрослых. Контролеры или сотрудники поездной бригады обязаны передать нарушителя сотрудникам полиции. Покупка билетов. Расширен список документов, с помощью которых можно купить билет. Если раньше к таким документам относились только паспорт, военный билет, удостоверение, свидетельство о рождении, то теперь данный список состоит из 20 пунктов и включает в том числе дипломатический паспорт, служебный, паспорт иностранного гражданина, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, справку об освобождении из мест лишения свободы. Еще пассажиры теперь могут приобрести билеты по паспорту и свидетельство о рождении, срок годности которых истекли в связи с возрастом замены документов. При этом они могут быть просрочены не более чем на 90 дней. Одним из главных нововведений является официальное закрепление права пассажиров с верхних полок пользоваться нижней для завтрака, обеда и ужина в поездах дальнего следования. Теперь пассажир с нижней полки обязан предоставить место у столика пассажиру с верхней три раза в день, утром с 7 до 10.00, в обед с 12 до 15.00 и вечером с 19 до 21.00. При этом время завтрака и ужина составляет не более получаса, время обеда не более часа. Новое правило позволяет проводнику законно требовать уступить пассажиру с верхней полки место за столиком для приема пищи. При этом ехать попутчики должны строго по своим местам, указанным в билете. Перевозка домашних животных. Новый документ также уточняет правила перевозки домашних животных. Так, в поездах дальнего следования мелкие собаки без клетки или контейнера могут перевозиться только по правилам для крупных собак в отдельном купе под наблюдением их владельцев или сопровождающих с оплатой полной стоимости всех незанятых мест по тарифу на перевозку взрослого пассажира в намордниках и с поводком. В пригородных поездах нужно будет покупать билеты для всех мелких домашних животных, в том числе собак, кошек и птиц. Размер платы не может превышать 25% стоимости проезда взрослого пассажира.